приветствую мои подписчики и зрители моего канала с вами как всегда андрей и это модификация под названием фотограф платформа stalker тень чернобыля данное видео называется что если и сегодня мы посмотрим что будет если мы поступим тем или иным образом при определенных ситуациях поехали модификации фотограф полным полно все различного оружия и порой даже глаза разбегаются от того что не знает что выбрать и что использовать в определенной ситуации в миротворческом корпусе на базе миротворцев есть пубы марио и у него есть свой собственный миниган но и к сожалению этот миниган взять нельзя но давайте пофантазируем что было бы если этот миниган можно было бы взять а а а а а а а Продолжение следует... 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 шубина убить можно ветеран одиночка нейтрал вот а это у гадюныш нельзя а нет он стреляет мне в спину в любом случае вот так вот то есть я к примеру если не буду разговаривать с шубиным да вот так он моментально стреляет но вот такой нюанс в игре в промзоне есть какой-то вертолет вот он но его видно только при определенном наклоне камеры повороте камеры вот что он здесь делает непонятно можно попытаться его сбить но это сделать будет тот еще номер так попал по моему чё взорвался да 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 вот и полетели соответственно скулочки от такой вот нюанс вот такой вот интересный нюанс нам что-то хоть увидеть можно какие-то осколки нет влететь в аномалию только можно а вон да лежит действительно он они осколки до от вертолета непонятно такой высоте соответственно этот вертолет и завис висит наблюдает что за кем-то ну и вот в общем то все что-то не остается интересно также интересный нюанс что будет если раньше времени пойти в x18 до напасть на базу вояк и попытаться самостоятельно проникнуть в эту лабораторию давайте посмотрим что будет меня возвращает назад до и раз хожу заканчивается то есть нельзя заранее раньше сюжета раньше того когда нам позволит игра это сделать проникнуть лабораторию x18 что будет если напасть на базу вояк ну во-первых прилетит военный вертолет во вторых провалится основное задание проникнуть лабораторию x18 и придется все начинать заново ну а вот так вот разлетается вертолет по моему прохождение я уже взрывал здесь вертолет есть еще бтр есть еще бтр на которой нужно много выстрелов два вот уже дымить начал 3 4 4 выстрелы рпг уже ну а 5 уже наверно не выдержит да до пятого выстрела он уже не выдерживает то все как-то странно на для бтр столько выстрелов рпг еще один такой интересный нюанс а что будет если мы будем стрелять в шубина в доброго шубина когда он пытается нам помочь понятное дело что это слегка неблагодарно но тем не менее так значит появляется шубин я по нему стреляю похоже это был тот самый шубин зря я наверное его завалил ну и смотрю соответственно что будет так там кто то есть ну вот он начинает шубин начинают у меня каким-то образом отнимать здоровье до вплоть до того что даже кровотечение появляется так что интересный такой нюанс то есть если обидеть шубина шубин потихонечку тебя уничтожает и это скорее всего случается с какой-то периодичность у меня постоянно будет убивать посмотрим то есть не злите шубина не трогайте он пытается вам помочь но вы соответственно не обижайте его иначе видите на что получается даже глазах темнее то есть вообще не знаю насколько это на какое время будет обида у шубина на нас но может быть и навсегда но очень сложно будет пройти лабораторию если обидеть шубина интерес нюанс с хароном что будет если попытаться его сфотографировать получим мы снимок или нет он изначально нас предупреждает мол не смею меня фотографировать иначе это плохо закончится но сфотографируйте можно даже получить снимок для газеты можно вот так вот получается что снимок мы можем получить только тогда когда хэрон находится на локации испытательный полигон когда же он находится в мертвом городе и а в пещере лабиринте да там снимок сделать нельзя но конечно проблема в том что враждебенном сразу становится да похоже что да вот я не до тебя доберусь и что там у нас получается враг да он становится враждебен мне но на самом деле нельзя делать так чтобы он был враждебен иначе потом не получится квест с дедом западло что будет если попробовать пройти на дикую территорию здесь есть аномалия ну ее можно убрать с помощью ликвидатора да с помощью ликвидатора аномалии да и вот пожалуйста уже никакой аномалии нет так дальше идем сюда и что и и все игра закончена наверняка многие из вас помнят что генерал воронин предлагал мне вступить в долг но мы соответственно прохождение отказались давайте посмотрим что же будет если все таки фотограф согласиться пополнить ряды долга на этот раз я отвечу что хорошо генерал я согласен вступить в долг хрен с ним с брауном и со всеми остальными и все у меня получается задание не обновляется спускаться лабораторию по моему x10 и спасать брауна мне уже не надо выполнение сюжета основного сюжета прекращается и единственное что я могу делать это просто во фриплее ходить гулять отстреливать мутантов собирать кристаллы и так далее то есть чистой воды фриплей также у меня меняется принадлежность группировки я раньше был в группировке одиночки а теперь я соответственно в группировке долг вот и все что будет если убить деда западло но на самом деле делать этого не рекомендуется поскольку после деда после смерти деда нички будет чистить его внучка а та уже будет вообще очистить все подряд и если дед западло выбирал только богатые жирные тайники до больше 50 предметов то внучка будет чистить все подчистую поэтому не рекомендуется ладно следом все понятно а вот что будет если убить внучку деда западло так но пусть попробует кабаны сперва сделать всю грязную работу за меня если конечно ему даст она он уже одного кабанчика завалила только так но бесполезно бесполезно вот что будет если попробовать атаковать внучку западло вездесущий западло появился только в путь ну а если не просто попасть внучку а а именно пристрелить ее что же будет появляется аж сразу два деда западло ну естественно это бак конечно но тем не менее в игре есть интересный нюанс если например во время выброса стоять вот здесь вот в помещении в баре да то можно увидеть вот такое вот количество погибших ворон как раз на нычку деду западло да а сколько вот сейчас нами набрать если их эх несчастные 34 вороны зачем интересно эти ворон понадобились сталкерам непонятно но подбирают они все усердно всех этих ворон наверное в качестве ужина других вариантов у меня нет ну а с машинами фотография отдельная история вот обратите внимание что стало с этой машиной но если к ней подойти то она как по волшебству конструктор а вот это вообще парит в небе что будет если на машине попасть в аномалию ну то есть можно отправиться хорошо в полет попа а а ну или машину разнесет в колочья ну что же и напоследок давайте выясним что будет если в финале выбрать второй вариант а именно не присоединиться к шубину а остаться человеком давайте посмотрим я не пойду к синему дереву я все-таки попробую остаться человеком несмотря ни на что скажи фото свое настоящее имя меня зовут юрий юрий семецкий 16 воин фотограф 16 воин ну синий дерево уже не активно поскольку я отказался и соответственно синий дерево исчезает все исчезают только единство тут аномальное образование остается душилов ну-ка до которого дотянуться нельзя да и ни к чему а находимся мы на территории бара в общем то что может произойти дальше в общем то ничего хорошего не происходит фотограф он все становятся враждебные ты здесь просто напаста ходишь во фриплеем можешь всех убивать всех уничтожать все тебе враги и при этом конечной цели никакой нет начинается сильный выброс ну и соответственно надо бежать сторону бара вот в общем то и все не цена посмотреть если кто в баре но должны быть по идее да у я полностью пуст ничего шники у меня нет остается надеяться только на нычку на ну и вот соответственно по мне уже начинают открывать огонь все мне все враги да там уже бедолага их кто-то из сталкеров попал под шквальный огонь от своих же погиб но как-то вот так вот что же касается статистики концу игры я соответственно имел следующие данные в данном моде обратить внимание значит мастер одиночка репутация отличная убита людей убита мутантов ну тут понятное дело что здесь получается например 20 мародеров я убила за них получается за каждого мародера получал я два очка и того вы видите 40 ну и так далее здесь вот чем выше ранг сталкер тем соответственно больше за него очков за новичков просто по одному баллу мне начисляли зомбированных аж 503 представляете на аж 503 человека я завалил что очень-очень много я даже и не могу представить что действительно столько я много завалил даже сказал оказалось что и так столько и не мог мне кажется ну максимум может быть 100 150 оказывается вот 103 за все время убита мутантов вот опять таки обратите внимание чаще всех мне попадались зомби гражданские опять таки вот видите как то есть вот такая вот статистика черный красос всего два были до больше всего здесь попадается именно зомбированных ну и выполненные квеста вот соответственно какое количество квестов за время прохождения мною было выполнено но и у каждого квеста разное количество баллов начисляли мне до на что это больше всего выполнил добыть глаз мутирующей свиней восемь раз они тут найти хвост псевдо собаки на ну не только кабанья нога и так далее достать кабанью ногу привести кабанью ногу это получается у разных персонажей а по сути одно и то же здание бам ну в общем то вот такая вот статистика всего получается 651 1568 очков я набрал вот они все мои данные ну и соответственно как то так из контактов войти мани что-то я сейчас у синего дерева нахожусь да и вот кто здесь находится кабановский витька матильда колька новый шубин ключник федор михайлзе бродяга молчун и доцент на то есть у как-то вот так вот ну а из заданий у меня что осталось так данные 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 задачи а ну это забаговался вопрос задания на самом деле псевдогиганта рук я отдавал вот но был такое что некоторые задания после выполнения но висели впада не знаю почему но это было так но и все и все вот даже какая-то в местном фолькре у меня появилась история про схватку в темной долине но это с оригинала тени чернобыля романа лидовца в темной долине в общем то вот так вот ну и на этом по статистике все что же я на этом с вами прощаюсь огромное спасибо всем кто досмотрел до конца комментируйте ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал с вами как всегда был андрей до новых встреч ребята всем пока пока а